Всем привет, с вами Аурум, и это будет мощнейшее видео, реально моща, поэтому прямо сейчас прожимай лайкосик, подписывайся на канал, и конечно же вводи код Аурум в магазине. А мощнейшее оно будет, потому что сегодня мы поговорим о новом бравлере, увидим его обе пассивки, гаджет, основную атаку, невероятно имбовую ульту, а также сравним его со всеми бравлерами в игре Brawl Stars. Но перед просмотром еще раз прожми прямо сейчас лайк, подпишись на канал, вруби колокольчик и проверь код в игре, желаю тебе сразу вкачать Стю и апнуть его до 1250 кубасов. Итак, нового бравлера будут звать Стю, почему-то именно так он и записан в игре, все мы думали, что это будет Стю, но нет, все-таки СТУ. Получить его сможет абсолютно каждый игрок, если доберется до 10 тысяч кубасов. Основная атака довольно линейная, Стю стреляет двумя петардами, которые наносят нешуточный урон. И да, в этом мы еще убедимся чуть дальше, где мы заставим его махаться против всех бравлеров в игре Brawl Stars. Но я хочу рассказать вам о самом тофовом, это о его суперсиле, который называется азотный ускоритель. Стю делает небольшой рывок вперед, сбивая оказавшихся на пути врагов и оставляя за собой след из горящей резины, которая поджигает любого врага, наступившего в нее. Если честно, ребят, когда я увидел нового персонажа в Brawl Talk, я немного его недооценил. Ну потому что, во-первых, внешне он очень похож на какой-то новый скин Рикошета. Его атака визуально напоминает половину бравлеров в игре Brawl Stars. Ну а ульта это смесь гаджета Карла с каким-нибудь прыжком Макса, я не знаю. Ну в общем, все как-то мне показалось очень банальным, неинтересным и я ожидал, правда, большего. Но, ребят, как только я начал записывать этот ролик и потестил Стю, это просто жесть. Я уверен, что он имба, я тупо поменял свое мнение. Он действительно абсолютно уникальный и очень крутой бравлер. Почему? Да как минимум, потому что его ульта это невероятная имба. Дело все в том, что есть офигительная особенность у этого бравлера. Он единственный со всей игры получает, набивает ульту одним единственным выстрелом. То есть смотрите, что получается. Мы один раз попали, ультанули, попали, ультанули, попали. И это можно делать до бесконечности. То, что это будет скиллозависимый бравлер, это 100%. Скиллозависимый в том смысле, что им нужно уметь играть. Это совсем не Мортис, но очень похоже на то, какими прямыми руками должны быть руки у человека, который будет играть этим бравлером. С другой стороны, я тестил его и в ШД, и в футболе, и это очень интересная тема. Но давайте обо всем по порядку. С ультой разобрались. Она наносит 1120 урона, если кто-то вдруг окажется в зоне действия. Но убегать, нападать или просто смещаться в сторону, дезориентировав при этом соперника, просто, ну, неоценимо. Гаджет называется Автодром. Стю ставит усилитель, в зоне действия которого сам Стю и его траварищи по команде и другие союзники двигаются быстрее. Радиус колоссальный. Влияние на игру тоже неоценимое. Мне реально все зашло. Дальше. Первая пассивка. Это имба. Дистанция супера Стю увеличивается на 71%. И тут, ребят, я осознал, что все это время играл с этой пассивкой. А оказывается, без этой пассивки Стю, ну, мягко говоря, не очень. Просто посмотрите на дальность ульты. Она вообще никакая. Просто тупо никакая. Поэтому эта пассивка must have у всех. И в этом и является, наверное, какой-то такой небольшой подвох. Потому что, ну, нового бравлера мы все получаем на 10 тысячах трофеев. И у многих из нас есть 10 тысяч трофеев. Но если, братанчик, у тебя нет этой пассивки, сорян, но ты не сможешь имбовать этим бравлером. Но такие уж у нас хитрые разработчики. Вторая же пассивка вообще ни о чем. И впервые, наверное, в жизни разрабы разрешили нам показать вторую пассивку нового бравлера. Использование супера восстанавливает 500 очков здоровья Стю. И что это такое, серьезно, по сравнению с предыдущей первой пассивкой? Ну, блин, вы понимаете, выбор очевиден. У Стю сразу же доступен второй скин. Ну, по традиции, так всегда в обновлениях новый бравлер, новый скинчик. Не могу сказать, что он супер сильно чем-то отличается. Потому что я и к обычному Стю еще не сильно привык. Но прикольно, что сразу есть и скин. Также скин появится у Биби. Будет он очень бюджетненько стоить. 49 гемасов. Многие смогут его себе позволить. Не могу сказать, что это лучший скин, чем зомби. Зомби Биби все-таки более офигенная. И у нее там и анимация. Здесь у нас, например, анимации ульты нет. Здесь вот просто как бы внешний такой скинчик. Но в коллекцию пойдет. PSG Динамайк. Мы его получим за прохождение PSG Челленджа. Или же за 149 гемасов. Честно скажу, 149 гемасов это очень дорого. Для этого скина нет. Я покупать за такие деньги не буду. По внешности это тот самый тренер Майк. Но просто переоделся в форму PSG. Кстати, о PSG, ребят. Прямо сейчас, записывая вам этот ролик. Я сижу тоже в Пари-Сен-Жермен. Вот даже такая вот есть. Такой вот логотипчик. Поэтому все пучком. Я тоже как бы Динамайк. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. О самом PSG Челлендже мы уже говорили. От 0 до 9 побед нам нужно сделать. Ну, точнее, нам нужно сделать именно 9 побед для того, чтобы получить этот скинчик. Для этого события были созданы специальные карты, в центре которых будет логотип Пари-Сен-Жермена. Также в игре появятся анимированные пины и лица. Ну и изменение баланса. Ребят, мне не терпится показать вам противостояние этого бравлера против всех остальных. Поэтому изменение баланса опубликую в сообществе Ютуба. Ссылку найдете в описании к данному видео. Ребятки, с появлением нового бравлера, вы понимаете, что нужно выбить по любому пассивочку. Поэтому просто чисто на фарт. Вбейте код Аурма в магазине. Я всем вам желаю получить эту первую пассивку. Ну что ж, давайте приступим к батлу. Правила у нас простые. Ковбойская система. Кто остался на ногах и с каким-то хотя бы количеством ХП, тот и затащил. В итоге мы подсчитаем результаты и посмотрим, кто круче. Все бравлеры или наш новый бравлер Сту. Кстати, в комментах напишите, что вам больше нравится. Сту или все-таки Стю? Ну и первое противостояние против Шелли. А ну-ка, Шелюнька, покажи, что ты можешь, на что способна. И это было действительно неожиданно. Сту затащил Шелли. Нита. Ну, Нита должна справиться по-любому. Хотя, да как так? Я в шоке. Они друг друга убили. Ладно. Кольт, давай. Вот сейчас. Ух, опять. Опять друг друга убили. Я такого давно не помню. Два раза подряд, блин. Бул. Ну с Булом шутки плохи. Он же ближний. Поставим какой-нибудь средненький радиус. И да, Бул даже на такой дистанции смог осилить нашего Стю. Джесси. Какой классный золотой скинчик. 28 хп. Что? 28 хп. Брок. Мне казалось, ты будешь выглядеть покруче, но нет. Динамайк. Что-то мне подсказывает, что у метальщиков шансов сегодня нет. Бо. Летс дуит. Ну знаете, мне кажется, пока Стю прям в ударе. И у Тику. Тику тоже так показалось. 8 бит. О, самый классный скин в игре. Мне кажется, это ему поможет. И да, действительно, выпадет Лего. Помогло. Кстати, а ты ввел код Аурум или нет? Признавайся. Эмс. Ну, ставлю ставку все-таки на Стю. Да, так и есть, но хп осталось очень мало. Эль Примо. Ну, кто из вас Эль Примо или Стю? Пишите в комментариях. И, конечно же, ближник Эль Примо. Барли. До свидания. Бокач? Давай, давай, плюхани, плюхани. Ну, ты только хилить умеешь. Роза. Ну, конечно же, Роза. Такое большое, огромное количество хп. Переходим к более серьезной альтеревии. Ну, хотя, куда там Дэрилу? По сравнению с Розой, но Дэрил тоже проходит с Дю. Хм, Пенни. Пенни не справилась. Карл. На открытой местности у Карла мало шансов против любого бравлера, но 700 плюс хп, это довольно неплохое для него достижение. Джеки, попытайся набить хотя бы очковый. Да, да, Джеки получается. Пайпер. Поставим ее как можно дальше. Ну, не на максимальное, конечно, потому что это читерство, но довольно далеко. И нет, этого не хватило. Тетушка Пэм. Навали-ка нового бронцу. И да, получилось 64 хп. Фрэнк, а ну-ка дай, а ну-ка бахни. Вау, хорош Фрэнк. Биби. Не справилась Биби. Наверное, один из немногих ближников, который не справился. Кстати, меня еще в Шелле вспоминаю, почему она не справилась. Черт побери. Бе. Как вы думаете? Ого, не шанса вообще. Нани. И, 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 и. Вау, ничейка. А давайте перебьем. Вот просто интересно. И в этот раз прям видно, что он выиграл. Все-таки. Эдгар, ну, ближник, должен вольнуть. Тоже ничья. Да что ж ты будешь делать? Ну, все-таки опять переиграем, да, пацаны? А тут Эдгар затащил. Нужно было и в самом начале переигрывать, но уже не буду этого делать. Помните, в начале у нас были ничейки, но мы не переигрывали. Ну, что же, ребят, нам хотя бы приблизительное взаимодействие понять. Мой самый любимый бравлер в игре отлетает. Ох, боже, как приятно. Тара. Ух, ничья. Дубль два. Опять ничья. Что ж такое? Джин. Так, ничья. Да как, ну, блин. Это самый такой бравлер, который больше всего ничьи делает. Вау. Опять с Ажином. Опять ничья. Боже. Макс. Ну, раздутая Макс не смогла ничего поделать. Мистер Пи. Ну, я за тебя, бро. О-о-о-о, 224 хп. Ммм, а если так? Байрон, покажи как надо. Ничего не показал. Ну, против Спайка тут не справишься. Хотя, если бы вот Спайк подошел вплотную, мне кажется, результат был бы абсолютно другим. Ворон. И Ворон отлетел. Леончик-братик, кстати, для любителей этого скина взял именно этот скин. И Леон затащил. Все благодаря скину. Сэнди. Блин, Сэнди просто не вела кода Ауру. Мы смотрите, что произошло. Амбер. Ну, на таком близком дистанции, мне кажется, да. Хромики пошли. Самый древний хромик Гейл. Покажи как надо. Ты же крутой, да? Да. Вольт. И Вольт затащил. Ну, вот хромики лучше справляются, чем легендарки. Калет не так повезло. Минус Лу. Мы уже на финишной прямой, ребятки. Гавс последний из челиков. И отлетает. Ну, и просто чисто по приколу один скин против второго. Ого, я что-то, наверное, перекликал немного. Вы же в курсе, что я играю сам против себя на двух разных устройствах, да? Я надеюсь, вы в теме. Ну, вот так покрасивше выглядит. Ребятки, в общем, результат на табло. Чего и стоило ожидать. Это действительно имбовый персонаж. Но мы увидели только взаимодействие с... Либо я сам с собой взаимодействовал, либо с ботами. Как будет в реальной игре, стоит еще посмотреть. Но мне кажется, что это реально имбовейший персонаж. Вот напишите свое мнение в комментариях. Совпадает ли ваше мнение с моим? Потому что то, что он делает, вот эта тема выстрел ульта, выстрел ульта, выстрел ульта. В каких-нибудь прямых руках скилловых. Это будет бесценно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте вводить код Аурума в магазине. Не проверьте это прямо сейчас. С вами был Аурум. Всем удачи, ребят.